На своем канале я обычно рассказываю о том, как создавать источники пассивного дохода и большей частью это финансы, фондовый рынок, но кроме этого есть еще и нематериальные активы, одним из которых является канал на ютубе. Поэтому сегодня я хочу о технической стороне ведения канала на ютубе, в частности о звуке. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Немаловажным параметром, который используют блогеры, является звук, то есть подбор очень качественного микрофона, это важно, и я тоже в свое время столкнулся с этой проблемой. Я пытался использовать различные какие-то устройства, и меня все время звук не очень устраивал, честно говоря, потому что звук от компьютера вообще никакой, вот от этих вот висячих наушников. Но он, во-первых, не стерео, вполне нормальный, кстати, звук, как правило, бывает, но здесь, во-первых, и шумновато бывает иногда, и основной, как бы, ну, он всегда моно, хотя здесь бывают микрофоны очень даже неплохие, электретные тоже самое, то есть конденсаторные. Вот, но я стал разбираться в параметрах звука, и я искал, скажем так, почти профессиональный, но при этом дешевый микрофон, и, ну, устройство какое-то, на самом деле, это не микрофон, и выбрал Zoom H1. Вот такая штука. Это диктофон, он может использоваться и как микрофон, вот сейчас я именно в такой же Zoom H1 веду трансляцию, вот, ну, это диктофон на самом деле, то есть его можно использовать и как микрофон, и как диктофон. Смотрите, чем он характерен. Вот здесь вот, видите, XY, так называемые, ну, под углом 90 градусов, два электретных микрофона. И почему они так сделаны? Потому что они, он дает стереоэффект. Вполне себе ничего, если мы записываем звук, ну, метров с двух от этого диктофона. Очень хороший звук. Дело в том, что компания Zoom, она изначально производит звукозаписывающие звукозаписывающие аппаратуру для музыкантов. И это вот самый низший из профессиональных таких вот устройств. Ну, сейчас я хочу вам дать послушать сэмплы из, ну, различных, которые я записал, именно вот на этот диктофон. То есть это будет сейчас копель весенняя. Вот сейчас вы ее слышите. Надо слушать ее обязательно через наушники. Сразу могу сказать, через стерео наушники высококачественные, чтобы было слышно стереоэффекты. Там шумы пониже будут. Вот. Потом, значит, монетка падает на стол. Шаги по снегу. Вот. Ну, в общем, вот такие сэмплы я записал. Хруст снега. Ну, давайте продолжим. Что дает этот диктофон? Ну, у него здесь вот есть слот для microSD. В принципе, там любая microSD подойдет. Небольшая, там 16 гигабайт вполне себе запишет, там, часов 10 качественного звука. Он записывает звук в формате WAV и MP3. Есть у нас здесь настройки автоуровня звука и low-cut off-on. Это, ну, какие-то низы отрезает. Вот. Ну, он используется как диктофон, как профессиональный вполне себе. Можно сюда ветрозащиту сделать. У меня на том, на который я сейчас говорю, там есть такая блямда черная, которая для ветрозащиты. Я ее отдельно покупал. Вот. Что еще можно сказать? Ну, есть какая-то простейшая навигация. И почему он такой вот, ну, самый дешевый из этого фрагмента? Потому что, ну, только один канал позволяет записать. Во-первых. Во-вторых, у него, значит, диаграмма направленности, естественно, она круговая, и она не меняется. Ну, вот такие ограничения. Что из хорошего есть? Вот есть здесь разъем Line-In для внешнего микрофона. Для этого я использую петличку, но она у меня тоже с двумя электритными микрофонами. И вот здесь Line-Out для наушников, для того, чтобы прослушать звук, ну, когда уже будет. Здесь есть вот встроенный динамик отвратительный. Просто никакой. Ну, просто послушать, что там что-то есть, и все. Это монофонический. То есть, динамик, не слушайте, слушайте, стереозвук, он шикарный. Но почему шикарный звук? Потому что компания Zoom, опять же, делает звуковые процессоры, она в этом все понимает. Вот, что я могу сказать. И сейчас надо сказать, что у меня вот камера, да, сейчас вот изображение идет с камеры, да, но звук идет именно вот с такого диктофона, который подсоединен к компьютеру в качестве микрофона через драйвер. И я всегда пишу именно на него звук. Потому что в камере, у меня камера, в общем-то, весьма и весьма такая неплохая, 4К, там Panasonic какой-то, объектив, Leica. И, что характерно, там, в той камере микрофоны тоже зум. Вот, но камера может быть далеко от меня, а микрофон я ставлю рядом, чтобы звук был чище всегда. Ну и петличка иногда, когда я уже совсем издалека что-то говорю. То есть я не использую микрофон от камеры, только разве что для совмещения звуковых дорожек, чтобы звук с изображением совместить. Но об этом, если захотите, я расскажу позже. Что еще я могу сказать? Ну, вот таких диктофонов у меня два. Я, так сказать, взял, мне требовалось два диктофона. Сейчас я хочу купить следующую модель. Следующая модель... Ну, да, кстати, я как-то встречался с Кирой Юхтенко, и я посмотрел, что у нее точно такой же Zoom H1, только... Ну, следующая модель Zoom H1N. Ну, просто сейчас Zoom H1 не выпускается уже, выпускается Zoom H1N. Тот, который у Киры, он вполне как бы профессиональный, вполне хороший звук дает. Ну, для всяких вот... Для интервью тоже очень хороший диктофон. Сейчас я задумался над покупкой следующего, и долго искал, и нашел, на самом деле, искал диктофон, короче говоря, а нашел камеру 4K. Ну, как бы диктофон для музыкантов, но он совмещен с камерой. Камера позволяет снимать в темноте. Я решил, что я куплю именно его. Ну, понимаете, что это намного-намного дороже, вот, чем просто диктофон. И поэтому... Ну, вот у меня высвободился диктофон. Если хотите, я продам его за какую-то... ну, очень даже низкую цену. То есть, мне цена здесь не так важна. Вот. Ну, как его купить? Сейчас вы увидите в конце этого видео выплывет окошечко, на которое нажмете, и я там условия, каким образом купить... То есть, я куплю... Я продам его тому, кто даст большую цену. Вот, собственно говоря. И, ну, единственный здесь недостаток, это вот потерялась крышка от батарейки. Батарейка 1AA. Я использую в этом... Ну, не батарейку, а аккумулятор, потому что я подзарядил, и дальше использую, подзарядил, и дальше использую. Хватает примерно вот... ну... одного заряда буквально на там 10 часов непрерывной записи. Есть разъем USB. USB, не микро, который сейчас используется, а старый еще, который использовался. Я готов с этим разъемом вам его продать. Вот, с кабелем. Ну, через этот же кабель можно... питать или нельзя. Вот тут я не помню, не могу сказать точно. Вот, ну, мне хватает одного заряда батарейки там надолго. Я его использую, когда, например, на каком-то семинаре надо записать целиком тоже звук, то я записываю звук именно на диктофон. На 4, там, 5, 6 часов его вполне хватает записи. То есть, дальше совмещаешь звук с изображением и вперед. Совершенно шикарная штука. Ну, вот то, что я хотел сказать про звук. Если... Да, когда я куплю вот этот вот новый как бы диктофон уже с записью 4К, я обязательно об этой камере расскажу и расскажу о других камерах, которые есть, если захотите. Ну, я уже о камерах рассказывал. Задавайте вопросы, пожалуйста, если это интересно. Если не интересно, ну, не буду рассказывать. Вот. А на сегодня все. Лайк. Спасибо. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.